Микс Ньюз. Утро на Волкове. Доброе утро, 16 апреля. Вот так вот мы подошли ровно к середине весны. Анастасия Смоловская, Абик Элкин. Этим утром с вами. Звукорежиссер Евгений Копейн. Стараемся искать поводы для позитива и радости. И сегодня в гостях у нас бывший премьер-министр, предприниматель, путешественник Марис Гайлис. Доброе утро. Доброе утро. Сразу напомню, телефону прямого эфира 67212-93.9, 67213-93.9, номер ватсапа 2306191. Туда можете тоже нам писать, как привычно уже для нас и для вас, наверное. Мы сегодня общаемся с помощью Зума, дистанционно. Как вы привыкаете к новым реалиям, господин Гайлис? Уже привык, уже привык. Но пользуясь не только Зумом и разными другими методами конференц-собраний, нас приглашают, используя разные виды. Если мы говорим действительно о той ситуации, которая сложилась в свете этого COVID-19, месяц прошел чрезвычайной ситуации, можно уже, наверное, давать какие-то предварительные оценки действий правительства. Как вы оцениваете, что было сделано, что, может быть, не было сделано? Как вы оцениваете это все? Ну, сейчас посмотреть месяц назад я оцениваю позитивно. Конечно, мое отношение эволюционировало. Я тоже думал разные вещи. Удивлялся, почему резервировано столько мест в больницах и прекращены плановые операции, и процедуры, и так далее. Почему это надо было? Но, значит, как-то хотели застраховаться. Сейчас мы видим, что у нас в больницах там сколько там, 30 человек. Ну, 48, да. Слава Богу, 48, да. Но все равно для Латвии это очень-очень мало. Ну, ладно, во всяком случае, мы видим, что творится в других странах. Значит, вивод такой, что предусмотрели. И, может быть, повезло. Трудно сказать. Разные разговоры. Я думаю, что все уже привыкли. Более-менее к этой новой ситуации я тоже привык. Много от чего надо было отказаться. Красивых вещей, например, несколько поездок. Значит, ну, не получилось. Перенесли Беналь в Венеции, которая надо было начаться в середине мая, на конец августа. Ну, не знаю. Откровенно говоря, не знаю. Не удалось купить билеты. Байрейт на открытии фестиваля Вагнера. На открытии, что, в принципе, не так легко получить. Это тоже все пропало. Но я не думаю, что деньги пропали. Наверное, деньги вернут. Но, тем не менее, значит, все планы абсолютно такие планы. Куда-то ехать и что-то посмотреть. Это все поменялось и откладывается. А вы из тех людей, которые перенесли, например, запланированные поездки и билеты, или отказались вовсе? Потому что, ну, мы сейчас слышим, что некоторые люди так уже достаточно с оптимизмом на лето, например, перерезервировали свои билеты. Нет, я лучше думаю, что надо деньги обратно получить, потому что мы ничего не знаем. Потом купим заново. Это правда. Ну, ничего. Но все-таки деньги сегодня довольно важная субстанция. Если мы говорим об экономике, об экономических последствиях вот этого кризиса или коронавируса, что есть две категории экспертов. Одни говорят о том, что, к сожалению, с окончанием пандемии экономический кризис не закончится. Кто-то говорит, что он будет продолжать целый год, кто-то еще дольше. Есть и другая группа экспертов, которая говорит о том, что вот нам все-таки надо справиться с коронавирусом. И дальше экономика опять запустится, будет бизнес-активность, все пойдет нормально. Вот вы как считаете? Я всегда оптимист. Всегда был. Но я скажу, это очень зависит, когда она, эта эпидемия, закончится. Если она закончится в мае, это один вопрос. Если она закончится осенью, совсем другой вопрос. Ну, сейчас кто в какой отрасли работает? Есть отрасли, которые очень страдают, им надо помочь. Это все, что связано с сервисом, с общественным питанием, с гостеприимством. Но есть отрасли, которые работают. Например, ну, я скажу только, что мне просто повезло. Ну, мои, там, где у меня предпринимательность идет лучше, чем было. Все-таки. Первое. У меня небольшая компания по строительству. Если сравнить с другими странами, мы можем работать. Моя строительная компания работает, и она может находить людей. То есть мы увеличиваемся. Поскольку рынок расширился, люди потеряли работу или ушли временно, они с удовольствием, кто имеет какой-то навык, это также подсобные рабочие, которые тоже нужны, которых было очень трудно найти. Ну, таких хороших. Обычно пару дней поработает и почувствует, что слишком тяжело и уходит. Значит, это работа. Другая компания сейчас Бум имеет. Это, значит, компания Весет, которая, между прочим, вместе с Телли, дала идею нашему министерству образования создать специальный канал, передавать эти уроки. Это очень правильно было сделано. Прекрасная идея. Прекрасная идея. Мы сейчас постараемся как-то развить. Может быть, экспорт этой идеи сделать. В всяком случае, наши ребята этим занимаются. У нас больше и больше клиентов и в Америке, и в Японии. Но это тоже понятно. Мы обеспечиваем плей-яут телевидения, то есть линеарного телевидения. И сейчас телевидение что-то такое, что люди потребляют, может быть, больше, чем раньше. Если говорить о помощи предпринимателям, которые пострадали, как вы оцениваете скорость принятия решения для того, чтобы помочь тем отраслям, которые сейчас страдают? Ну, наверное, всегда можно было быстрее. Я думаю, эти ошибки все-таки решаются, исправляются. Например, что членам правления не дают пособие. Это совсем глупо. Есть тысячи компаний, где один председатель правления и еще два работника. И все работают. Например, моя дочка тоже. Две они работают. У нее компания, она сама председатель. Ну, если им не давать пособие, будет глупо. Что касается каких-то больших решений, например, дали деньги нашему AirBaltic, совершенно правильно. Я не знаю, достаточно ли это другой вопрос. Они должны платить по лизингу и, конечно, не должны потерять эти самолеты. Может быть, будут какие-то международные решения. Вот это я не знаю. Но, в принципе, абсолютно надо помочь. Самое трудное, наверное, тем, которые арендуют какие-то помещения, и они, ну, к ним не приходят люди, потому что нельзя. Нужно рестораны. СВ тоже. Да. Вот ваш прогноз, что будет на рынке недвижимости? Потому что мы знаем, что предложений, в принципе, было много. И до кризиса многие говорили о том, что рынок недвижимости довольно насыщен. Больше предложений, чем спроса. Что будет вообще сейчас? Ну, я думаю, что будет еще больше предложений, чем спроса. Значит, ну, это все-таки ну, как-то логика говорит, да? Денег мало, меньше, многие не зарабатывают, как-то продержаться надо. Наверное, цены упадут. Я так думаю. Я так думаю. Если у людей будут деньги, можно будет купить, может быть, 20-30, может быть, 50% дешевле, чем было, скажем, в конце 2019 года. Думаете, настолько падение будет недвижимостью? Ну, это все зависит от ситуации. Если кто может продержать, продержаться. У кого нет кредитов, да? Да. Ну, конечно, да. Это то же самое, что было в прошлом кризисе. То же самое. Банки заберут, поддержат и потом продаст, ничего не потеряя. Потеряют только предприниматели. Но так было в прошлый раз. Да, так было в прошлый раз. Вот многие говорят о том, что кризис заставит, наверное, как-то, не знаю, по-другому строить нашу, если так можно сказать, промышленную политику, потому что все-таки Латвия могла бы, может, сама производить, к примеру, все эти пове... Ну, все эти вот маски, дезинфекцирующие средства. То есть, это говорит о том, что, наверное, кризис показал, что своя промышленность должна быть по-любому. Да, это ясно. Ну, конечно, натуральное хозяйство, наверное, перейти не надо. Нет, конечно, да. В любом случае, мы должны иметь способность быстро переориентироваться, чтобы производить какие-то вещи сами. Наверное, не все, но простые вещи, там, пошить маски, ну, конечно. Но я думаю, что этот... Я надеюсь, я вообще уже говорил это, что кризис это подарок. Подарок судьбе, подарок. Это очень особенный кризис в нашем поколении предыдущей. Ну, то есть, мое поколение, я после войны в 51-м. Да. Такого не видела, не говоря о молодых поколениях, но это глобальная, ну, как глобальная война, да, почти, только по-другому. Ну, говоря, что вот 50-е годы в конце, 57-й, 59-й был довольно тяжелый кризис, вы, наверное, были еще ребенком, тяжелый кризис гриппа был, вот, связанный с гриппом, азиатский или гонконгский грипп, его называли. Да, да, никаких, не помню, что было, что было какие-то карантины, что у нас мало что кушать не было, белого хлеба и так далее. Да, да, это было, да. В начале 61-го года, 60-х годов, скажем так. Но, тем не менее, нет, ну, я думаю так, что вот это, это надо всем подумать и как-то использовать, чтобы что-то поменять, что-то поменять. Ну, например, уже интервью, тоже интересно, да, по-моему, это войдет в видность, что мы не будем терять время, приезжая, может быть, друг к другу можно было, можно будет быстрее общаться таким образом. Я бы очень хотел, но я, моя, моя отрасль строительства, да, и моя жена работает, и там какой-то ужас произошел за последние 15-20 лет. Да. то есть бюрократия увеличилась, ну, не знаю, ну, наверное, 50 раз или 100 раз, если сравнить с тем, что было в середине 90-х годах. Если возможно было бы как-то там логически что-то сократить этот ужас, да, чтобы простой проект согласовывать, надо месяц, надо уйма. сейчас, конечно, такой бис, не надо бумагах сдавать, а электронно, да, да, но тем не менее, то, что там все требуется, и каждый хочет посмотреть абсолютно все бумаги, кто бы его ни был, я думаю, из этих организаций, типа БУВА, да, и так далее, но это надо как-то сократить, большой тормоз. вы отметили, что кризис это некий подарок, как вы считаете, это подарок для людей, для того, чтобы остановиться и подумать, или подарок в плане экономических возможностей, потому что об этом как раз-таки многие говорят, что кризис это время, когда кто-то погибает, и кто-то наоборот поднимается выше и выше. Да, это верно, это верно, да, я думаю, подарок и одному, и другому, но никто не будет считать этим подарком, если он гостиницу или какое-то предприятие в этом отрасли. Да, ну, надо подумать, как, что тебе лично важно, и что не важно, и это мы видим, и отношения людей, видим, как это меняется, это тоже довольно интересно посмотреть. Ну, я в самом деле смотрю оптимистично, я думаю, что что-то должно поменяться. Да, вот, что касается, может быть, политического процесса, мы видим, что, ну, из-за этого кризиса все время передвигаются сроки неочередных выборов в Рижскую Думу, вот, как вы все это оцениваете, вообще, как сейчас вообще ввести предвыборную кампанию в ситуации, когда все вообще думают о том, как они выживут в этой истории? Ну, наверное, как-то надо отложить, я думаю, что это ненормальная ситуация, и я бы перенес эти выборы, а они уже не перенесли, да, но уже дать какое-то время, чтобы поработать в нормальных условиях, и потом выборы делать. Ну, что хорошо, мы тоже видим, кто просто пустую болтает, и кто какие-то решения принимает, значит популисты как-то, по-моему, теряют, мне так кажется, да, люди начинают больше вникать и думать, и мы можем больше времени не имеем почитать, что происходит, это хорошо. Ну, посмотрим, по-моему, сейчас ведущая коалиция нормально перформирует. Да, вот тоже интересно, в свете кризиса возник вопрос о том, не стоит ли все-таки, ну, пересмотреть этот баланс властей и больше полномочий дать правительству. Ну, понятно, что парламентская республика мы останемся, судя по всему, но вот, как вы к этому относитесь, может, в ваше время, когда вы были премьером, 81-я статья все-таки действовала, это статья Конституции, которая позволяет Кабинету министров работать. Абсолютно согласен, это было глупо, это сделал правительство Калвитеса, тогда же под давлением, да, 81-ю статью не надо было убирать, это для таких вещей и предусмотрено, для таких ситуаций, когда, когда есть большой кризис и когда надо быстро принимать решения. Одним решением есть решение силой закона, а потом парламент имеет право это отменить, тоже одним голосованием или остается. Это надо обратно, и можно, конечно, в каком-то, наверное, измененном варианте, чтобы повседневно нельзя было 81-ю статью пользоваться, но когда вот есть экстренная ситуация, необходимо. Таких, ну, мы знаем, как в войне или в кризисе, быстро надо решать, и там даже не очень разумные решения, но если они быстро делаются, это лучше, чем никакое решение. Значит, надо скорость и решительность. В этом плане, как показали себя правительства, насколько они быстро среагировали и насколько дружно видели ли вы, что какие-то есть несогласования или все-таки удалось достаточно быстро и к одному мнению прийти? Да, но мы же уже в начале разговора говорили об этом, я думаю, удалось, удалось, но, конечно, кризис, когда кризис закончится, опять будет рвать каждый одеяло в свою сторону, но сейчас общий враг, этот вирус, это как-то их держит вместе, это хорошо. Ну вот как раз-таки у меня давно. год назад с одним своим другом мы держали пары, продержится это правительство два года или нет, и я был за то, что, ну то есть, я сказал, что будет два года, ну посмотрим, мне кажется, что я верю. Ну вот как раз-таки к этому был вопрос, насколько потом будут упреки какие-то, потому что мы знаем, что когда кризис, действительно все собираются и как-то в одну сторону смотрят, а потом могут как раз-таки использовать, что вот здесь было неправильно, там было неправильно, и вообще вы вот тогда вот это говорили, а вы вот это говорили. Это будет сто процентов, упреки будет, уже сейчас есть, если мы почитаем соцмерии, но опять все в сравнении, если так будет продолжаться, мы будем намного лучше выглядеть, чем остальные балтийские страны, Литва, Эстония, и не говоря о других, ну тогда очень трудно будет найти аргументы, слишком сильно бронить. Еще лучше, ну куда, мы же видим в сравнении, что происходит, так что будем надеяться, что все-таки продолжится, и мы в таком ну выйдем из этого кризиса в этой хорошей ситуации. Вы вот упомянули о погибших и так далее. Вы упомянули, и все понимают, что меняются очень многие там заседания кабинета министров происходят тоже онлайн и через конференции, да, и что многое меняется, и вчера, например, премьер-министр господин Каринч заявил, что уже полтора миллиона за это время сэкономлено на командировках, например, да, и как вы считаете, уйдут ли какие-то вещи из госуправления, на чем мы сможем сэкономить, или все-таки они вернутся как раньше и для чего-то будут необходимы? Я бы очень хотел, чтобы это произошло. Я уже упомянул отрасль строительства, где можно было экономить очень много. Я всегда был за оптимизацией бюрократии. Она необходима, но только в достаточном мере. После кризиса, после этого карантина надо было бы делать ревизии всех функций и в самом деле сократить количество своих расходов, в том числе зарплаты на бюрократию и, наверное, поездки. Но если посмотреть, сколько экономит Брюссель и Европа, когда не собираются депутаты Брюссель или Страсбург, а общаются со своих государств, сотни миллионов, экономится. Вот могли бы тоже делать, что ладно, надо приехать и видеть друг друга в лицо тоже, но давайте сократим это и давайте, может быть, две трети будем общаться из расстояний, одну треть соберемся. Мы бы сократили там, не знаю, сотни миллионов евро по Европе. Так что вот то, что мы сейчас научились, это надо во всяком случае не забыть. Да, вот что касается сокращения госаппарата, об этом тоже говорит премьер-министр Каринч, вы поддерживаете сокращение госаппарата, потому что вот эта вот жизнь сейчас в кризисе показала, что возможно нам такое количество чиновников не надо. Абсолютно поддерживаю и даже еще больше. Звонок у нас есть, примем. Да, примем звонок, 612-939, телефон прямого эфира. Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день, господин Галис, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вас не коробит, не угнетает, что в Латвии руководят люди со стороны, то есть не местные, завозные президенты, премьер-министры, министры. Неужто среди 2 миллиона населения Латвии нельзя найти людей толковых, достойных? Ответьте, пожалуйста. Спасибо, вот такое мнение. Мы часто, кстати, слушаем. Во всяком случае, все они гражданы. Это понятно, да. Элил Слэвиц родился в Латвии, уехал, когда у него было там 16-17 лет. Но это же демократия, пробовали же несколько, то есть два других кандидатов премьер-министров, как мы знаем, но не удалось. Потом Каренч удалось. Значит, у него есть какие-то качества, которые сделали его премьер-министром. пройдет какое-то время, будет опять кто-то другой. Нет, конечно, я совсем не волнуюсь. Даже если какой-то очень умный человек даже не был латышом, не русским, а работал у нас, скажем, американцем или англичанин, высокого качества сработали. Мы же в свое время приняли в 90-х годах таможню английской компании, потому что нельзя было бороться с коррупцией здесь на месте. Нельзя было. Просто приняли из изнаружи. Если мы говорим о президенте, вот на ваш взгляд, как он действует в кризис, есть такое мнение, что он не очень активен, но фактически понятно, что основные решения принимает правительство, но вот президент мог бы действовать более активно, вот ваше мнение на сей счет. Что он мог бы более активно делать, это было бы, по-моему, показуха, но он мог бы, значит, собрать правительственное заседание, это имеет такое право, чтобы это было. Но он смотрит, я думаю, очень внимательно смотрит, как работает правительство, поскольку он, наверно, доволен этим всем, как они работают, ну, какие-то показочные панёвры, ну, не надо, это просто тоже бы выставило его просто, ну, глупцом, да, для чего. Нет-нет, он делает как раз то, что надо, я думаю, я думаю, что он очень хорошо это делает, но мы же читаем его речи, да, неумные, учительные, и, притом, он несколько раз сказал, что он согласен с теми шагами, которые делает правительство. Вот тоже такой вопрос, который возникает, многие упрекают, ну, правительство в том, что вроде бы по форме она принимает правильное решение, вы об этом тоже сказали, но когда дело доходит до конкретной помощи вот простым жителям Латвии, то выясняется, вчера тоже об этом было разговоры и в программе Панорама, что выясняется, кто-то там получил пособие в результате, там, не знаю, 230 евро, кто-то 4 евро, кто-то там 50 евро, но вроде бы правительство не виноват, оно как бы приняло эти общие рамки, но когда дело доходит до помощи каждому конкретному человеку, который кушать хочет каждый день, ему говорят, ну, вот видите, там за вас работодатель где-то налоги не заплатил, у вас там зарплата была маленькая, вот вам 200 евро и живите как хотите. Да, ну, а как они могли, как они могли вообще тогда рассчитывать вот эту помощь, если часть зарплаты идет в конверт. Надо же, наверное, от чего-то, ну, отталкиваться, да? Да, ну, если, если конвертинут, ну, что делать? Ну, это, может быть, как-то откроет глаза у работонанимателей, что надо, я понимаю, что это трудно, обычно трудно, да, ты хочешь работать и тебе какие-то условия дает, и ты все-таки следишь, но сейчас вид тоже, ну, увидит, что и как, что делается, да, какой-то анализ, я надеюсь, они сделают, но есть, ну, еще есть социальная помощь, я думаю, люди, которые, которые, ну, очень плохих условиях, надо им как-то все-таки помочь, да. Ну, в том-то и дело, да, потому что я понимаю, что мы не Соединенные Штаты, но когда мы слышим Соединенные Штаты в Германии, когда просто перечисляют на счет какую-то сумму на пропитание в это кризисное время, то, может быть, я понимаю, что мы не столь богаты, но, может быть, надо как-то было подумать об универсальном пособии, потому что, мне кажется, эти расходы на администрирование будет еще больше, чем вот этот вот спор о том, сколько человеку нужно перечислить, 100 евро, 200 евро или 300. Это, я с вами согласен, лучше одному богатому посылать эти 200 евро или 300, но это снять, снять обуз. Да, конечно, административные. Да, да. Я с удовольствием получил там пару суток месяцев. Ну, получается, что это, с одной стороны, поучительная история такая, что вот, видите, надо было налоги платить, и теперь вы задумаетесь, и вот возможно, что после кризиса многие люди там начнут ответственнее относиться к уплате налогов, но с другой стороны, многие становятся, как вот Абик сказал, заложниками этой ситуации на сегодняшний день, и им нужна помощь здесь сейчас. Возможно, если бы было вот это универсальное пособие или более открыто сейчас действовали, то тогда и люди, наверное, бы как-то сказали, ну вот нам помогли, надо еще ответственнее относиться. Верно. Я думаю, ну, конечно, это рейс и своими, своими ребятами должны посчитать, сколько это обойдется государству, сколько можно сэкономить на административании вот этого пособия. Да, если бы пару сотен каждый, ну, каждый житель Латвии получил бы как пособие, пока идет карантин месяц, скажем, да, это не так много было, но мы знаем, сколько, да, если там у нас почти 2 миллиона. Посчитать несложно, это действительно. Посчитать несложно, да. Еще один звонок мы сейчас примем, наверное, 200 миллионов в месяц. Да. Доброе утро, слушаем вас. Доброе утро, господин Гайли, вы сказали, что поддерживаете сокращение госаппарата, но именно вас, вот вашу бытность премьер-министром обвиняют, что были созданы дублирующие агентства, агентуры по работе министерств. То есть, вот как бы вы прокомментировали, что именно вы виноваты в увеличении госаппарата? Спасибо. Да, ну что-то более смешного я вообще не слышал. Как раз наоборот, перед тем, как я стал премьер-министром, я был министром реформ, правительстве Биркауса, и мы сократили аппарат вообще до нуля. И всех приняли по-новому, было 20 с лишним министерств, министерств, и в наше время было только 12 министерств. Так что, мы существенно сократили количество чиновников, и, конечно, в мое время никакие новые посты, ну, конечно, были созданы новые посты, там, где началась работа, был создан бюро приватизации, потому что надо было приватизировать, но то, что было по сравнению еще во время Годмана, наверное, три раза меньше. А потом постепенно, постепенно бюрократия росла, потому что она так делает, это как живой организм, она каждой она увеличивается, так всегда надо острым ножом резать, 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 это просто так есть. Всегда бюрократия придумывает новые работы, им надо больше людей. И мы все по поводу экономических последствий, уже премьер-министр посоветовался и обсуждает с разными министрами то, как мы будем выходить и как мы будем восстанавливаться после этого, и Международный валютный фонд прогнозировал, например, Латвии самый большой спад экономики, но и потом за год самый быстрый рост, то есть мы вернемся очень быстро по прогнозам к той точке, с которой начинали, и в которой нас застал этот кризис. Как вы считаете, это возможно, что через год мы уже будем вспоминать об этом? И только воспоминания останутся, никаких последствий уже не будет? Ну, поскольку мы маленькая экономия, мы больше можем страдать, поскольку маленькая масса, и мы можем быстрее падать и быстрее подниматься. Я думаю, это из-за того, ну, когда значит, делаешь ревок, надо какой-то шаг назад сделать, чтобы оттолкнуться. Как я говорил, я оптимист, я надеюсь, что так и будет. Но дай Бог, чтобы к лету это все закончилось. 6-7-212-93-9-6-7-213-93-9 и номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1 бывший премьер-министр, предприниматель, путешественник Морис Гайлис у нас по Зуму. Да, может быть, такой последний вопрос уже с учетом времени. Все-таки хотел спросить, вот как вам кажется, вот если мы говорим о строительстве, о близкой вам сфере, может быть, тут нужны изменения, ну, какие-то, не знаю, концептуальные, не только, вот с точки зрения, там, уменьшения бюрократии, вот как-то этот процесс, ведь мы же понимаем, что строительство это то, что двигает экономику всегда, это классика, да, и может быть, сейчас действительно нужно активизировать строительство, там, не знаю, дорог, мостов и так далее. Да, и при том даже надо в этот момент что-то делать, только улицы пустые, да, и могли легче что-то исправить, дороги, какие-то ямы заделать, какие-то мосты, то есть надо было бы бросать деньги сейчас строительство и инфраструктуру, конечно, если есть только проект готов, да, но с удовольствием будет, при том, это на свежем воздухе, лето, ну, лучше не придумаешь, это надо делать, надо, надо эти деньги каких-то международных соус, это, ну, как это соус будет, по-русски, а вот, с источника, источника, да, вот потерялся, одним словом, абсолютно согласен, и там, и, как я уже говорил, к нам приходят люди, которые ищут работу, значит, есть в тех отраслях, где просто нет работы, значит, это можно всех без содействия, и все без работы, не надо было особые получать, использовать ресурсы, опять сравнить, тут некоторые пишут, что ужас, вот, в других странах Европы, там, в Германии, что-то освобождает, дает какую-то возможность, а мы все время держим, значит, нашу экономику закрытую, я скажу, что у нас многие отрасли не закрыты, то есть, как мы знаем, производство работает, если только нет этого больного в этом цехе, да, строитель работает, все работают, многие работают, и, значит, мы в лучшем состоянии, чем в других странах, где больше запретов. Примем еще звонок. Да, наверное, может, последний звонок, доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Да, пожалуйста. Вот по поводу налогов, по-моему, наше правительство 30 лет занимается тем, что мы специально создаем такие условия, чтобы человек не знал, сколько за него заплатил, работодатель, если, ну, потому что на Западе там выдают полностью зарплату, и человек сам платит налоги, да, а у нас в 90-х вообще никто не знал, сколько за тебя платили. Сейчас есть АДС, можно зайти и посмотреть все. Ну вот, раньше нельзя было никуда зайти. И если обращаются в финансовую полицию, то они дают ответ, что зайти на предприятие они не могут, и то, что они делали, либо не делали, это военная тайна, это секрет. Тебе никто ничего не говорит, что потом происходит, после твоего заявления, понимаете? То есть мафия, то есть мафиозное государство у нас. А сейчас говорят, вы не платили, поэтому получайте 4 евро в месяц, и живите как хотите. То есть у нас народ вообще ненавидит. Правительство это элита, которая ненавидит народ. Спасибо большое. Вот такое есть мнение, категорическое может быть, да. Ну, разные мнения есть. Я думаю, что человек немножко перевлечивает. Наверное, так нет, чтобы народ ненавидел правительство. В каждой стране критикуют правительство. Всегда это можно делать, и, наверное, есть повод, это все нормально. Но, наверное, можно лучше делать. Например, мы выдаем каждому рабочему такие листки, где все написано. Сколько его зарплата, сколько заплачен налог, такой налог, такой налог, значит, он видит, сколько конце концов, вот, и, конечно, сумма там половина от того, что в начале написано. Я думаю, что, по-моему, даже по закону так надо делать. Не знаю, почему работодатель этого человека так не делает. И тогда там все видно. И раньше так не было. Ладно, но мы улучшаем такие дела с каждым разом. Но тут еще дело в том, что это тоже, наверное, дело привычки, когда привыкают, что за нас решают какие-то проблемы. Не знаю, в доме за нас кто-то пол помоет, лестничную клетку, как-то там налоги сами кто-то посчитают и прочее. Тут же тоже вопрос вовлеченности каждого человека и ответственности и интереса, что со мной происходит с моими налогами или с моей жилплощадью и прочее. Тут тоже вопрос ответственности, наверное, некоторый. Да, ну и я скажу, что все-таки это NGO и разные активности, что особенно молодые люди сейчас все сделают, протестуют и правильно делают. Протестуют, что-то там хотят сломать или какие-то деревья вырубить и так далее. И значит, мы против и в конце концов я думаю 80% случаев побеждает все-таки люди, которые находят что-то неправильное. Это опять политика, правильно? И надо просто быть активным, смотреть, быть по пальцам, если кто-то не так делает и указывать. Ну, правильно? И тоже правильно хорошую работу делать. Я думаю. Хочется верить в это. Еще один вопрос было принято Кабинетом министров, разработанный Минюстом, долго выстраданные законопроект, целый пакет законопроектов по поводу того, что освобождать можно теперь от долговых обязательств лиц с низкими доходами, у которых до пяти тысяч вот этот долг. Вы слышали об этом? списать долгие такие. Да, списать. да, да. Те, которые именно, ну, это как быстрые кредиты, что люди, они заложники вот этих небольших кредитов, которые набираются на определенную сумму и потом они не могут ненормально работать, кто-то уезжает, не может вернуться. что вы на этот счет думаете, правильно, неправильно? Ох, ну, это такой популистический шаг, потому, я думаю, что те люди, которые взяли эти кредиты и попали в эту долгую яму, сейчас будет, скажем, освободить, они скоро будут опять туда. Я так думаю. Ну, на 10 лет им запрещают. Запрещают вообще брать. 10 лет, да, ничего нельзя будет, больше никаких кредитов получить. Окей, значит, как-то надо следить. Да. Как-то следить. В бюрократии будете. Будет. Ну, ладно. Спасибо, бывший премьер-министр, предприниматель, путешественник. Морис Гайлес был у нас по Зуму. Спасибо вам. Надеемся, что скоро вернетесь к привычной жизни, как и все мы. И все наши планы осуществятся. Всем здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова